Привет! В эфире студенческие новости и я их ведущая Анна. Мы расскажем обо всем, что происходит в нашей Академии и за ее пределами. Московская финансо-юридическая Академия открылся православный молодежный клуб и двери клуба открыты для всех желающих, вне зависимости от их взглядов и принципов. Открытие православного клуба при Московской финансо-юридической Академии состоялось 15 декабря в клубе «Живой уголок» по адресу Серпуховской вал 17-23. На открытии присутствовал епископ Павло Посадский Кирилл и люди, которым не безразлично духовное воспитание населения. Гости говорили о необходимости таких клубов, в особенности для молодежи. А вся эта суета, этот прах, эта эстрада пошлейшая, все эти Мадам Брошкины, Пемкины, Боря Моисея, все это отомрет, как пыль развеется, не останется о них и памяти, поскольку они занимаются грехом, понижением духовного уровня нашего народа. Академия уделяет большое внимание духовно-народственного воспитания молодежи, наших студентов. На первом курсе преподается духовно-народственное воспитание, это дисциплина. Приходят батюшки, настоятели храмов и священники простые, и разговаривают со студентами о законе Божьем. Какая сегодня молодежь? Ну, наверное, сегодня молодежь того времени и того народа, и того состояния, в котором находится весь народ и все общество. Сегодня молодежь вот этого как раз времени и другого чего-то ожидать от молодежи очень и очень сложно. Конечно, нужно каждому человеку понимать, что шаг каждого человека, движение каждого человека, грех или доброе дело каждого человека, родителя, у которого малые дети пока, потом будут более взрослые дети, ответственны все за ту молодежь, которая сегодня и есть. Дай Бог, чтобы больше создавалось правильных сегодня молодежных клубов, и, конечно, опыт православной церкви пока еще небольшой. Еще пару лет назад о конкурсе социальной рекламы «Артстарт» знали не все студенты МФЮА, но уже сегодня в нем принимают участие ученики различных школ, и их работы заслуживают особого внимания. «Артстарт» — конкурс социальной рекламы проводится в МФЮА не первый раз, но этот конкурс особенный. Его участниками стали ученики школ. 4 февраля в учебном корпусе Семеновским состоялась торжественная церемония награждения участников. Социальные проблемы глазами тех, кто чувствует их лучше всего и выражает по-своему, по-детски, искренне. Все ребята получили сертификаты участников фестиваля социальной рекламы и памятные призы. Без внимания не осталась ни одна работа, ведь каждая из них — это отображение реальных проблем. Мне досталась очень приятная миссия награждать сегодня самых маленьких и самых главных участников нашего окружного этапа фестиваля молодежной и социальной рекламы. Интересно. Спасибо за приглашение. Я думаю, мы примем участие еще в следующем году. Я прекрасно понимаю, что есть технически хорошо сделанные, а еще есть такие свежие какие-то мысли и идеи. И вот мы как раз за счет свежего взгляда вот у нас получился такой успех. 8 марта — прекрасный праздник всех женщин. И, конечно же, лучшим подарком для них остается приглашение в театр, что и сделала руководство ФЮА. В преддверии Всемирного женского дня ректорат Московского финансо-юридического университета МФЮА для своих сотрудников и студентов преподнес необычный подарок — два вечера в театре на Таганке. В фойе театра всем женщинам дарили цветы. Перед началом спектакля ректор МФЮА Алексей Григорьевич поздравил всех женщин с наступающим праздником и пожелал крепкого здоровья и удачи. Первый день ректору Алексею Григорьевичу было вручено свидетельство о сертификации Московского финансо-юридического университета о включении его в реестр Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Сегодня, в преддверии, в день 8 марта, ректорат Московской финансо-юридического академии и студенческий совет решили провести этот прекрасный праздник в театре на Таганке. Замечательный спектакль «Горе от ума», «Горе уму», «Горе ума». Театр на Таганке – это перестройка души. Юрий Петрович любимый. И я хотел познакомить наших сотрудников, студентов, преподавателей, профессоров, доцентов с творчеством этого гениального великого человека. Я знаю, что они будут рассказывать своим внукам, как они видели спектакль Юрия Петровича, как они формировали душу человека. Вот такое сегодня у нас замечательное, прекрасное мероприятие, как говорили в старинном. Во второй вечер зрителей приветствовал сам художественный руководитель театра Юрий Петрович Любимов, которому в этот вечер был вручен диплом почетного профессора МФУА. О присуждении звания почетного профессора Московского финансово-юридического университета МФУА Юрия Петровича Любимова. Что же я могу сказать? Благодарю. Постараюсь прийти к вам и чего-то там полезного сделать. То есть провести хотя бы для начала один-два мастер-класса, но таких довольно конкретных, не общих. Просто как надо учить моему ремеслу. В конце вечера всех ждал праздничный банкет и шампанское для милых дам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова